Доктор Миллс, не будете ли вы так любезны сообщить нашим слушателям, когда проблема раковых опухолей может быть решена полностью? Ваш вопрос напомнил мне забавную историю, происшедшую суинством Черчилля. Да, но если я не ошибаюсь, наш покойный премьер никогда не страдал этой болезнью. Нет, но у него был шофер Джонни, тоже вполне здоровый, и как-то во время войны друзья сказали ему... Вы меня интригуете? Спасибо. Скажите, доктор Миллс, вы удовлетворены конференцией? Я очень доволен результатами конференции, поскольку там были высоко оценены мои исследования и мой труд последних лет. Ну, а впредь я намерен работать с двойной энергией. Спасибо. Ты только не делай вид, что спишь, Уильям. Я сплю. Ты просто переутомился. А хочешь отдохнуть недельки-две? Я недавно купил себе яхту, а? Хочу. КОНЕЦ 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 Это прекрасная страна, не теннисный корт твоего детства. Верно, но и я не мальчишка. Или ты считаешь, что только Роджер может брать от жизни все, что хочет? Роджер не так ущастлив, как тебе это кажется. А я хочу быть счастливым. И хочу, чтобы ты была счастлива со мной. Вот для чего нужна малая. Кристофер, когда ты успокоишься, ты поймешь, что глупо было бы обижать Роджера отказом. Я уже успокоился. Филипп. Да, моя девочка. Если ты и дальше будешь молчать, я начну рассказывать, как я чуть не вышла замуж за мексиканского футболиста. Ну, Тони. Только представь себе, я гуляла посреди кактусов. И нянчила таких маленьких коричневых футболистиков. Филипп. Ну, извини, не сердись. Тони. Филипп, ну я ведь не уехала. К тому же у него были такие волосатые ноги, как будто он только что с дерева спустился. Филипп, я люблю таких аристократов, как ты. Когда ты меня познакомишь с отцом? В субботу, дорогая, в субботу. Извините, сэр, вас просят телефон. Спасибо. Извини, дорогая. Сэр. Алло. А, да, знаю. Маэстро, что-нибудь мексиканское Тони, звонил мой друг Роджер, он обещает восхитительный отдых Где? На яхте А ты говорил, поедем в Париж Тони, Париж никуда не денется Наконец-то я введу тебя в высшее общество Там соберется великолепная компания, ну и... Кто они? Милейшие люди, таких интересных людей ты еще не встречал И яхта превосходная Ну, решайся Ну, ну, поглядим, что это за яхта Филипп, надо будет купить новый купальный костюм Обязательно Финбоу Ты знаешь, почему человек любит смотреть на лошадей? Это частица уходящего мира Все мы частица уходящего мира Ты, ян и я Только не хотим признать это На дерби, надеюсь, он покажет результат Я уверен Да, частица уходящего мира Но отними у меня этих лошадей Отмени смену королевской стражи у Букенгемского дворца и бой часов на Большом Бене И для меня Финбоу мир погибнет Вот и не современен, Ян О, нет Ты же знаешь, что больше всего друзей у меня среди молодежи Я нисколько не чувствую разницы в возрасте Не веришь Ну что ж, тогда почитай Сам, что они пишут Здравствуй, Ян, дружище Разыскать тебя в Лондоне не удалось Поэтому уехали одни Экипаж яхты страдает отсутствием аппетита Читай, читай, читай Потому что нет тебя души общества Будем ждать тебя у Солховской пристани Приезжай скорее Роджер, Уильям Филипп, Эвис, Кристофер И план нарисован Поедешь? Конечно Конечно Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ого, Гет, где ты пропадал? Экспрепятствия не имею Ничего более идиотского представить невозможно А мы тут тебя поджидаем Уже четвертый вечер сигналю Ну, на силу вас отыскал Ничего, ничего, старина Главное, что наконец все в сборе Друзья, привет! Друзья, привет! Где вы так долго пропадали, а? Боже мой, как здесь хорошо! Вам нужно согреться, Йен Прошу вас Спасибо Йен, милый Мы так рады вас видеть! Я тоже счастлив, дорогая Неужели было так трудно до нас добраться, а? Ну, знаешь, твой чертеж просто гениален Мои-то шестьдесят такие приключения Не морчи, старик Не морчи, не порти себе впечатление У нас сегодня в компании новичок Да Я сейчас себе представлю Тони А вот это Тони Ее привел к нам Филипп А это Йен Кейпл Живой анохронизм Я пригласил его, чтобы отдать дань галантным кавалерам времен короля Эдуарда А я бы не прочь перенестись в эпоху Эдуарда Благодарю вас, Тони Ты имеешь успех Поздравляем тебя А ты знаешь, наша Тони еще и отличная певица Если попроще, она споет Я весь внимание Тони прошу вас Пожалуйста 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 Тони Ну, Тони Спойте, пожалуйста Я выключу магнитофон Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть Напрасли на страшнее Обреченья И гибнет радость Коль ее отсудить Должно не наше, а чужое мненье Как может взгляд чужих порочных глаз Счатить во мне игру горячей крови Пусть я грешна Пусть я грешна Но не грешнее вас Мои шпионы Мои сера злословья Я это я А вы грехи мои По своему По своему Равняете К примеру Но Может быть Я прямо у судьи Неправого в руках Кривая мера И видит он В любом из ближних Ложь Поскольку ближний На него похож И видит он В любом из ближних Ложь Поскольку ближний На него похож Браво, 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 браво А у Филиппа оказался прекрасный вкус Да, действительно Дамы и господа Как вам известно Мы с Уильямом занимаемся Не только врачебной практикой Но и довольно серьезными Я бы сказал Научными исследованиями Наш первый совместный труд Был весьма положительно оценен Королевским академическим обществом И поэтому Боже мой До чего они хвастливы Мой Филипп Тоже учился в Оксфорде Как долго ты там пробыл? О, почти два семестра Вот видите Кроме того Он пишет стихи И много-много путешествует А разве он хвалится? Тише, прошу Без реплик Когда говорит капитан корабля Простите, капитан А не странно ли Что газеты В отличии от вас Вовсе не упоминают Имени Уильяма? Я ведь газет не читаю И не издаю Не правда ли Уильям, дружище, а? Эх, Эвис-Эвис Как ты умеешь Портить мне настроение Пощえる Иен еще не слышал нашей новости У нас сегодня важное событие Какое событие? Кристофер назначен управляющим Всеми плантациями фирмы в малае О! Прекрасно Я очень рад за тебя, Кристофер Спасибо Поздравляю Я надеюсь, наконец, что это сулит не только почетно и деньги. Да, он будет купаться в золоте. Спасибо, друзья, но это еще не решено окончательно. Мое начальство замышляет устроить мне смотрины. Хотят убедиться, не стану ли я выкидывать коленца, как только доберусь до власти. За Кристофера! Будь дорогим, выпьем за Кристофера! Спасибо. Твоё здоровье! Спасибо, друзья. Поздравляем. Здравия. Здравия сладости. А нет ли у вас желания выпить за то, что я тоже очень скоро устроюсь на тепленькое место? Дорогой Пилипп, если бы ты начал работать, ты поверг бы всех на смятение. Единственное, что не приложено в этом мире, так это то, что ты ничего не делаешь ровным счетом. Ты еще дитя, Эвис, и в жизни ничего не смыслишь. А к вашему сведению, Тони всерьез подумывает взять меня в свои секретарию. У него была бы одна единственная обязанность, считать мою корреспонденту. Зачем? Чтобы разбудить его ревность, разумеется. Где-где, а в Малайе мне не приходилось бывать. Мы с Филиппом заедем к тебе во время свадебного путешествия. Слышишь, Кристофер? Обязательно. Будем ждать. Дамы и господа. Ничего. Я хотел вам напомнить, что с точки зрения медицины, вам всем пора на покой. А во сколько подъем? А спите сколько заблагорассудится. Я добрый, я завтра с 7 утра сам снимусь с якоря. Я вам помогу, Эвис. Я вижу, вы счастливы. Конечно. Поедете с Кристофером в Малайю? Разумеется. Но не сразу. Путин сначала сам устроится. А Роджер смирился? Ну что ему еще остается? А вам не жаль Роджера? Ян, милый. Во-первых, Роджер мой кузен. Ну, это не основная причина. А во-вторых, все, чего добьется в жизни Кристофер, будет делами у вас собственных рук. Выходит, что за Роджера все делают добрые духи. А ведь он сейчас считается одним из лучших специалистов в области онкологии. Ян, милый, не лучше ли нам поговорить о чем-нибудь другом? В медицинских вопросах я абсолютно ничего не понимаю. Идемте. Нет, нет. Я пойду подышать свежим воздухом. Какая тихая ночь. Начинаете благодушствовать, Ян? Благодушствовать? Да нет, скорее тоска по безвозвратно утерянной юности. Вот вы, молодежь, вы считаете почему-то необходимым скрывать свои чувства. Да, уже поздно. Спокойной ночи, Ян. Ты уже постелил? Ложись, Ян, пожалуйста. Благодарю. Судовой журнал, это мое увлечение. А? Да. Хочешь, я прочту, что я тут нацарапал? Прочти. Вот. Так. Нет, 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 вот сейчас. Вот, вот, хорошее место. А глядев свою команду, капитан пришел к выводу, что сирена, это устойчивая плавающая микромодель западного цивилизованного общества. Полное отсутствие классовых противоречий, изобилия, аристократическая тонкость, свобода и вполне добропорядочный, ха-ха, современный секс. Ха-ха-ха. Здорово сказано, а? Оригинально. Вот так вот. А, упоминая секс, я имею в виду Тони. Она, конечно, дворняжка, но привлекательная, правда? Пожалуй. Вот интересно, как ее воспримет общество наших тузов, куда она так упорно протискивается. Ты знаешь, тут может получиться так, или, или. Да, или, или. Ха-ха-ха. Да, вот Кристофер молодец. Помнишь, каким он был жалким, когда мы с ним познакомились? В Сингапуре. У него, бедняжки, был только один костюм, который он пытался освежить цветными галстуками. Однако же этот рвется к золотому котлу, рвется, стиснув зубы, ложка уже зажата в руке. Ха-ха-ха. Кристофер, славный парень. Ты просто ревнуешь. Я? Ммм, ничуть. Ха-ха-ха. Я только не верю, что Эвис поедет с ним. Знаешь, почему? Эвис аристократка. Разорившись, но аристократка. А во-вторых... Эвис, ты уже спишь? Ну, ладно. Эвис. 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 КОНЕЦ 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 Доброе утро. Привет. Эвис, ты еще долго будешь одеваться? Привет, Йен. Доброе утро. Я буду называть вас по имени. Идет? Пожалуйста, я бы оскорбился, если было иначе. А это наша традиция. Мы каждое утро включаем магнитофон, чтобы веселее было умываться. Довольно утомительная традиция. А я обожаю шум. Привет. Доброе утро. Филипп. Привет. Привет, дорогая. Если вы хотите получить удовольствие от музыки, то бегите отсюда подальше. Музыка только предлог. Я, собственно, пришла полюбоваться ваши неотразимые пижамы. Ой, музыка. О, Йен. Я думал, что все уже в споре, а где же остальные? Уильям все еще умывается. А Эвис не появится на людях, пока не доведет до совершенства свой туалет. Я ее оставляю одну. Она обычно часами вертится перед зеркалом. Вы несправедливы, Тоня. Тоня. А что, до Филиппа? Тон вообще в постели валяется до самого завтрака. Что, кто это сказал, а? Звей, искуситель. Вы опять несправедливы, Тоня. Спасибо, Эд. Вы добрый человек. А эта молодая особа вечно ко мне придирается. Пойду-ка тоже сполоснусь. Тоска ужасная. Каждый день одно и то же. Когда-нибудь возьму и перестану умываться. Отращу себе усы. Ну, бороду, 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 бороду. Я на вам, я вижу, скучно. Не хотите ли, чтобы вас тоже приласкали? Только не на голодный желудок. Даже когда я был молодым, я всегда свято соблюдал это золотое правило. Надеюсь, я не слишком долго занимал ванную. Эта прическа отнимает чертовски много времени. Просто мука. Что делать, мой мальчик? Придется терпеть, раз хочешь быть элегантным. Наверное, вы никогда не любили ее. Вы в этом уверены, девочка? Кристофер. Как вы думаете, была у меня в жизни настоящая любовь? Надеюсь, вас миновала чаша сия. А впрочем, кто знает. Возможно, ради любви стоит страдать. Безусловно, стоит. С добрым утром. О-о-о! Доброе утро, Миной. Как спала, Селис? Спасибо, хорошо. Пойду и я приведу себя в божеский вид, чтобы доставить удовольствие нашим мужчинам. Итак, я на несколько минут должна вас оставить. Мужчинам тоже не мешало бы пока переодеться. А мы с Йеном пойдем сменить Роджи. Пойдемте, Йен? С удовольствием. Йен! Йен, это нелепость какая-то. Просто невероятно. Пожалуйста, позовите всех сюда. Уильям! Скорее, Уильям! Помоги! Он мертв. Мертв? У него простреляно сердце. Боже мой, Боже мой. Помоги. Роджи убит. Какой ужас. Надо пришвартовать яхту. Вы двое идите на нос, вы спускайтесь вниз и выключите эту музыку проклятую. Принеси брезент, накроем его. Принеси брезент, накроем его. Какой режим? Не знайте. Играет музыка. Прекратите истерику. Ведите себя престойно. Для нас, Роджер, куда большая потеря. Перестань, Эвис. Друзья, возьмите себя в руки. Как вы можете, когда там, наверху... Вы все знаете, что произошло. За последние полчаса был убит Роджер. Ты уверен, что это не самоубийство? Никаких следов оружия нет. Следовательно, его бросили за борт. Но бросить оружие за борт с прострельным сердцем невозможно. Конечно. Совершенно очевидно, что Роджер был убит. И произошло это в течение последних 30 минут. А на каком основании вы так точно определяете время? Это просто определить. Я не знаю этой реки, но готов биться об заклад. Что последний поворот мы прошли не более чем 30 минут назад. Ну, а покойник же не может управлять яхтой. Из этого следует, что Роджер убит между 8 и 8 30 минутами. Убит кем-то из шестерых. Здесь присутствующих. А если это дело чужих рук, не будь ребенком, Филипп. Неужели ты полагаешь, что кто-то подплыл к яхте, пристрелил Роджера и потом бесследно скрылся? Роджер убит выстрелом в упор. На рубашке видны следы пороха. Ты прав, Уильям. Ну и кто же из нас это сделал? Кто? Кто бы это ни был, он или она в этом не признаются. Послушайте, я старше на 30 лет любого из вас. Я бы хотел высказать свое мнение по поводу этого происшествия. Все мы люди одного круга. связаны узами общей дружбы и я не ошибусь, если скажу, что всем нам хотелось бы уладить это дело без лишних жертв и огласки. Что-то туманно. Тише, не мешай. Роджер мертв. И еще одна жертва не поможет ни ему, ни кому-либо из нас. Что вы имеете в виду? Тот, кто убил Роджера, совершил тяжкое преступление, которое я лично простить не могу. Видимо, этот человек пережил сложную психологическую драму, прежде чем решиться на такой отчаянный шаг. Поэтому я предлагаю, пусть он или она сейчас признаются нам. А дальше что? А дальше мы представим смерть Роджера как самоубийство. И никогда ни одна живая душа не узнает об этом правду. Мы должны поклясться в этом. Но сделаем это при одном условии. Убийца навсегда исчезнет из нашего общества. Вы наивный, Ян. Впрочем, я согласен. Прошу каждого хранить молчание обо всем, что он здесь услышит. Но как? Все готовы произнести клятву или признаться? Начну первым. Клянусь, пока я жив, не разглашать признание, которое сделает один из нас. Теперь я прошу всех повторить эту клятву или признаться. Начнем с Тони. Тони, вы обещаете хранить тайну? Разумеется, обещаю. А вы что, ожидали иного? А вы, Филипп? Слово, джентльмен. А теперь вы, Кристофер. Обещаете ли вы хранить тайну? Обещаю. А вы, Уильям, обещаете? Обещаю, да. А вы, Эвис. Я обещаю. Только мне кажется, что теперь это не имеет никакого значения. ведь никто не признался. Но все-таки один из нас убийца. Надо решить, что делать дальше. Я полагаю, надо сообщить, куда следует. Если этот безмозглый кретин не хочет признаваться, ничего другого не остается, по-моему. А пойти в полицию. Учтите, что из-за одного нам всем придется фигурировать в качестве свидетелей. Подумайте о своей репутации. А вы хорошо себе представляете, что это за пытка допросы? Все это ад кромешный для нас всех. Итак, поговорили и хватит. Мы втроем, Кристофер, Ян и я. Доберемся до первого телефона и позвоним в Норридж. Придется нам присматривать друг за другом, раз никто не признался. Постойте, Ян. Прошу вас. Что, дорогая, что случилось? Полиция решит, что это моих рук дело. Успокойтесь. Сейчас же успокойтесь. Почему должны подозревать вас? Вы же знаете, что после Роджера я наследница всех денег. Ян, я погибла. Да нет, нет. Никто вас подозревать не будет. Это немыслимо. Ян, вы должны убедить их, что я тут ни при чем. вы должны спасти меня. Я... Успокойтесь. Я сделаю все, что в моих силах. Мы вас ждем, Ян. Иду, иду. Идиотское положение. Теперь мы все будем подозревать друг друга и следить, чтоб никто не удрал. Я же тебе говорила, не поедем ни на какой яхте. Махнем в Париж или в Монте-Карло. Ведь было так. А ты заупрямился, как осел. Обещал познакомить с интересными людьми. Давно я не была в такой приятной компании. Так мы сведем друг друга с ума. Мы вынуждены жить в обстановке взаимных подозрений. Подумайте, как вести себя дальше. Как будто ничего не произошло. Разве это возможно? Ну, когда у человека совесть нечиста. Что? Что вы хотели сказать? Добрый день. А вот и телефон. Здравствуйте. Рад вас видеть, господа, в старейшей гостинице Англии. Нас в 1829 году посетил сам герцог Винзорский. Простите, нам нужно позвонить в Норридж, в полицию. И побыстрее, пожалуйста. Ага. 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 Так. Полицейский участок Норриджа? Да, а кто говорит? Доктор Уильям Гарнетт. На борту яхты Сирена убит мой коллега Роджер Милз. Кто? Доктор Роджер Милз. А что с ним стряслось? Его убили. Кого убили? Доктор Роджера Милза. А вы уверены в этом? Слушайте, помолчите минуточку и постарайтесь уяснить, что я вам скажу. Яхта Сирена стоит на якоре в полумиле от гостиницы Лебедь. На борту находится ее владелец с пулей в груди. С чем? С пулей. С пулей в груди. Он умер расильственной смертью. Можете ли вы сюда прислать опытного специалиста? Я выезжаю сам. Что вы сказали? На место преступления выезжает сержант уголовной полиции Алоис Беррел. Джентльмены, не будете ли вы любезны дать небольшое интервью для местной газеты? Пожалуйста. Вот, пожалуйста. за каждую ненаписанную строчку и соедините мне с Лондоном. Вот номер. Друзья мои, я хочу пригласить сюда моего приятеля. Не самое подходящее время приглашать гостей. Вам что, требуется адвокат? Вы напрасно оскорбляете меня, Уильям. Мой друг Финнбоу нам не помешает, а польза может быть очень большая. Какая? Не забывайте, что впредь нам придется иметь дело с сержантом. Голос которого мы только что слышали. Кто он, этот ваш Финнбоу? Он бывший дипломат и искушен в юридических делах. К тому же, очень неплохо, что он не замешан в этой истории. Я не возражаю. Зовите хоть всех Финнбоу вместе взят. Ладно, ладно. Нечего обижаться. Мы все не в себе сегодня. Джентльмены, Лондон, направо. Да-да? А, Финнбоу? что за идиотские шутки? Надеюсь, вам помощь не нужна? Какое ж я в нас тут новое? Вы пришли, что ли? Я соблюдаю правила, а вот вы обязаны держаться ближе к берегу. Вы нас чуть не утопили. Вы меня не учите. Итак, вы продолжаете утверждать, что собрались старые друзья. Вот именно. И из дружеских чувств всадили пулю в сердце. Так вот, молодой человек, неуместно рассуждать о дружбе, когда на яхте совершено убийство. Ваш долг. И ваш тоже, леди, помочь следствию разобраться в ваших так называемых друзьях. Нет, они мне не друзья. Вот как? Я тут человек случайный. Ага, вот это уже другой разговор. Как вы полагаете, кто утром мог выйти на палубу? Нечего мне полагать. Это был Йен. Я сама видела, как он спускался с палубы. Минуточку. Что за Йен? Что за Йен? Йен Кэйпл. Благодарю. Литра. Литра. Нечего на пацизра лежи. Новыйagry restricts. ... ... У нас на борту какой-то странный тип Сержант Беррел, он сует свой нос повсюду Это тот сумасшедший, который чуть не угробил нас Вам не мешало бы переодеться? Мы как раз собираемся это сделать, дорогая Этот тип хотел нас утопить А может быть сперва представиться этому сержанту Беррелу? Он расспрашивал буквально обо всем, а сейчас рыскает вокруг Роджера Сержант Беррел, я занят Это мы вас вызвали? О, те самые парни Те самые Итак, все в сборе Парочка внизу, молодая леди, и вы трое Я буду вас допрашивать по очереди На нас сухой нитки нет Я пойду переоденусь Должны проявить больше заинтересованности И хоть на минутку забыть Чтобы вымокли Какой заинтересованности? В расследовании преступления Мы сделаем все, что потребуется, но сперва переоденемся Хорошо, я пойду сделаю кое-какие измерения Эвис Ян Для профилактики Так, мистер Ян Кейпл Кто из вас, мистер Ян Кейпл? Это я Прекрасно, я так и подумал Вы последним разговаривали с доктором Роджером Милсом, это правда? Да, я сказал ему, доброе утро А что же он? Отозвался? Да, он тоже со мной поздоровался Во сколько это было? Примерно около восьми Значит, в восемь часов утра Доктор Роджер Милс был еще жив Если вы не ошибаетесь Я не ошибаюсь Может быть, может быть Вот когда у меня на руках будут Показания всех свидетелей Тогда я смогу судить Об этом Вы пистолет видели? Нет Я имею ввиду Не только сегодня утром Вчера вечером, когда я подходил к яхте Доктор Милс сигналил мне выстрелами А куда делся пистолет потом? Не знаю Не знаете Скажите А как вы обнаружили убитого? Вышли на палубу с мисс Эвис И увидели, что доктор Милс Мертв Это правда, мисс Эвис? Да В какой позе лежал Доктор Роджер Милс? Он сидел Так, как будто бы Все еще управлял яхтой А Кто же изменил Позу убитого? Доктор Уильям Гарнет Когда пришвартовывал яхту Так, так, так Я должен немедленно увидеться С доктором Гарнетом Где он? Уильям Зачем это вам понадобилось Трогать румпель И изменять первоначальное положение тела? А вы знаете способ При котором можно пришвартовываться Не прикасаясь к штурвалу? А вам не надо было пришвартовываться Благодарю вас Но перспектива Пойти ко дну, налетев на камни Меня почему-то не устраивало И все же это было бы лучше для следствия Я пока в своем уме Вам, наверное, не безинтересно узнать Что единственные отпечатки пальцев Остались на штурвале Пожалуйста Вот они Мне нужны отпечатки ваших пальцев Доктор Гарнет Прошу вашу руку Хорошо Доктор Уильям Гарнет Отпечатки пальцев на штурвале Оставлены вами Было бы странно Если бы их там не было Я ведь прикасался к штурвалу Когда пришвартовывал яхту Они раньше ли? Прошу всех выложить на стол Оружие Ну что ж В таком случае я вынужден сделать обыск Прошу Минуточку Минуточку Вчера ночью Доктор Роджер Милс Записывал события дня в судовой журнал Не понимаю Может быть эти записи прольют свет На то, что произошло сегодня утром Но где же журнал? Дело в том, что Роджер Милс Еще писал, когда я уснул Ну-ну-ну Доктор Милс Держал судовой журнал И вымпел на полке под кормовым трапом Там же он хранил свой пистолет Вам известно, где хранится пистолет? Почему же вы раньше не заявили об этом? По-моему, мы с вами беседуем впервые Их Пусто Ни пистолета Ни журнала Ни вымпела Кто еще знал о существовании Пистолета? И я И я И я тоже Ну, вы что же молчите Мисс Лоринг Тьям Когда мы приехали Роджер показал нам свой пистолет И место, где он хранится Мне все ясно Оружие было выброшено убийцей Это старый трюк И что прикажете делать дальше? Хочу вас ознакомить со своими выводами Мы вас слушаем Убийство произошло между 8 и 8.30 Пункт второй Подлинного алиби никто из вас не имеет Пункт третий Выстрела Никто из экипажа не слышал Пункт четвертый Оружие на палубе яхты Не обнаружено Какой же тогда напрашивается Вывод? Абсолютно никакой А вывод такой Чтобы все попали под подозрение Все шестер Да, 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 да Вот так Абсурд какой-то И за вами будет установлен Надзор Да Простите А не будете ли вы возражать Если до конца следствия Мы все будем жить на вилле Недалеко отсюда А что это за вилла? Здесь близ Норриджа Стоит совершенно пустая вилла Которая принадлежит Нашему общему другу Мистеру Уильямсону Мы как раз направлялись туда Мы должны были там остановиться И хозяинам было дано распоряжение Экономки Ага, миссис Тавтс Совершенно верно, миссис Тавтс Ну что ж, не возражаю Но за виллой будет установлен надзор Ну вот, та самая яхта Прошу вас Не забудьте чемоданчик Благодарю За любезность Предупреждаю вас Постойте Ну вот, двоих уже нет Простите Отвратительно, когда молодые люди Собираются Компаниями и занимаются аамурами А рядом, рядом лежит убитый И ведь что любопытно Такова природа людей Они почему-то склонны Крутить аамуры Как метко подметил Этот джентльмен Именно в такой момент Когда, например, произошло убийство Здрасте Это мой друг, мистер Финбоу Мои друзья А это сержант уголовной полиции Мистер Беррел Интересное преступление, не так ли? Когда мистер Кейпл Позвонил мне сегодня в Лондон Я тут же собрался в дорогу Зачем? Видите ли, я всегда мечтал Увидеть своими глазами Как ведется расследование Дело об убийстве Да? Мне всегда хотелось посмотреть Как такой человек, как вы Действует в сложной обстановке Распутывая клубок Таинственных загадок Ну, понимаю Но не положено Перед отъездом я заскочил В Скотланд-Ярд Своему другу Полковнику Алену И он написал письмо Ален? Ну что ж Если вы Хотите научиться чему-нибудь Мистер Финнбоу Вам надо присутствовать На следствии С самого начала Потому что Логическое построение Вот что важно в нашем теле Преступником является лицо Которое меньше всего Можно заподозрить Разумеется Разумеется Да Прошу вас Леди и джентльмены Собирайте свои вещи Нам пора Ехать на вилу Я отвезу вас На своем катере А что же будет с яхтой Телом убитого? Я это потом оформлю Пожалуйста, собирайтесь Приветствую вас Миссис Тавтс Давно вы не заглядывали сюда Мистер Берл А вы все Молодеете Следовательно Вы и есть Миссис Тавтс Мистер Уильямсон Просил принять нас Вот именно Я и есть Миссис Тавтс И я сама знаю Что мне надо делать Но насколько мне известно Вы должны были прибыть Только завтра Совершенно верно Но Этот джентльмен На своей моторной лодке Доставил нас быстрее Чем было предусмотрено Без моего разрешения Не отлучайтесь, пожалуйста Мистер Уильямсон Предупредил Что будет Семь человек А сейчас получается Восемь Вы же видели Восьмой ушел Но Он не будет ночевать? Нет Вероятно, нет Прошу следовать за мной Прошу Миссис Тавтс Не могли бы мы С мисс Тони Гильмот Приготовить что-нибудь поесть Правда, мы небольшие специалисты Я в этом не сомневаюсь У нас маковые росинки Не было во рту Со вчерашнего дня А почему вы не завтракали до сих пор? Уже два часа И я не собираюсь стоять у плиты весь день Теперь я укажу, где кому спать Вы, леди, незамужние В таком случае прошу вас в ту комнату А вы оба наверху Знаю я вас Нынешнюю молодежь Да Задал ты мне задачу Семь человек Отрезанных от внешнего мира И один из них убить Я хочу, Йен Чтобы ты рассказал мне Все, что ты знаешь О каждом из этой компании А потом расскажешь Все, что произошло сегодня утром Собственно, я вызвал тебя Только для того, чтобы ты помог Оградить Эвис От возможных неприятностей Почему именно Эвис? Мы с нею давнишние друзья Я знаю ее с детства И очень ей верю Иногда Я просто жалею о том, что я уже старик Ну, начнем с Эвис Эвис двоюродная сестра Роджера А он являлся наследником Крупного капитала Который ему оставил богатый дядюшка И теперь И теперь она наследует его, так? Сядем А какие между ними были отношения? Роджер несколько раз пытался Сделать ей предложение Но безуспешно И все-таки, несмотря на это Вчера я заметил, что между Роджером Эвис и Кристофером Сохранились вполне нормальные отношения Да-да, это иногда случается О! Отдыхаете? Не скажут ли молодые люди Куда делись их друзья? Эвис все время ссорится с Кристофером, а... А Вильям читает И выглядит мрачнее тучи Если вам станет скучно Приходите к нам! Эвис не способна на убийство Прелестная девушка А что ты знаешь о Тоне? О Тоне? Ничего Она же новичок в нашей компании Ну так К одному выводу я уже пришел К какому? Роджера убила не ты Угу Благодарю Ты прибыл лишь вчера вечером Я не знал утреннего распорядка на яхте А убийца знал это очень хорошо Иначе риск был бы слишком велик Убедил Я действительно не убивал Честное слово А сержант Берл считает, что именно ты убийца КОНЕЦ 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 Полюбуйтесь Вам это будет интересно Таинственная смерть Сегодня 8 часов 30 минут утра На собственной яхте Сирена Был найден убитым Один из виднейших онкологов Доктор Роджер Миллс В числе пассажиров Были Мисс Эвис Лоринг Которая произвела неизгладимые впечатления Своим эффектным костюмом на прошлогоднем маскараде в Челси, мистер Филипп Уэйс, сын судостроительного магната из Нью-Касла, и мистер Йен Кейпл, клубной завсегдатой. Из достоверных источников стало известно, что результатов расследования следует ожидать в самое ближайшее время. А я бы все-таки хотел знать, что же было на мисс Эвис во время бала Маскарадо? Я думаю, что неизгладимым в памяти публике осталось именно то, чего на ней не было. А помните, как мы коротали время в Сан-Пелегрину? Нам казалось, что в мире царит полная гармония. Да, мы еще играли, кто больше насчитает огоньков на побережье Сицилии. Это было самое чудесное время. Ну, только тебя там, Тони, очень не хватало. Я в то время никого из вас не знала. Как примерная ученица я брала уроки музыки в Ницце. В Ницце? Роджер тоже раз или два отдыхал в Ницце. Вам не приходилось там с ним встречаться? Вот еще глупости. Не могла же я знать всех и каждого в Ницце. Меня что-то знобит. Что с тобой? Я нездорова. Миссис Тавц, нельзя ли затопить камин? Затопить камин? Это в такую-то пору? Я вас очень прошу, затопить камин. Обойдетесь и без камина. И вообще в доме нет угля. А нельзя ли достать немного угля в деревне? Нет, нельзя. Кроме того, что-то случилось со светом. Будете сидеть в темноте, прошу прощения. Миссис Тавц, я не знаю. Боже мой! Молодой человек! Чем это вы там занимаетесь? Я вас спрашиваю. Что вы делаете? Он целует меня. И мне, между прочим, это нравится. А вам что за дело? Ну и повадки у нынешней молодежи. Совсем распустились девицы. Вот задрать бы юбку, да высечь. Дорогая миссис Тавц, это очень достойные молодые люди, поверьте моему слову. Просто их манеры отличаются от того, что было в наше время. Не судите их так строго. А вы мне рот не затыкайте. Что хочу, то и говорю. И пока я служу в этом доме и кормлю вас, я имею право думать об этих размалеванных девицах. Все, что мне хочется. Прошу прощения. Ее бы следовало утопить втихую и все. Но так как мы не можем этого сделать, придется ее углажать. Насколько это возможно. Если она отсюда уйдет, а нас пойдут пересуды по всей округе. Это самое время. Вчера вечером мы сидели в каюте и яхты. Роджер говорил и смеялся, не переставая. А теперь Роджера нет. Неужели во всем графстве нет угля? Я хочу затопить камин. Да ты что? Хочешь послать человека в норище, только потому, что тебя немного знобит? Я, по-моему, обращалась к Ристоферу. А остальных это не касается. Выпей что-нибудь, дорогая, и сразу согреешься. Все это нервы, наверное. Пойду лягу, постараюсь согреться. Спокойной ночи, друзья. Так, что же, пора и нам. Пойдем прогуляемся. Ты иди, я догоню тебя. Кто это? Это я, Беррел. Куда это вы собрались, мистер Кейпл? Немного пройтись перед сном. Ах, вот. С мистером Финбол. Объясни, пожалуйста, сержанту, что я никуда не собираюсь бежать. Да, мы решили подышать свежим воздухом. Ну, все в порядке, сэр. Я должен следить за этим домом, чтобы не произошло еще одно убийство. Еще одно? Да, одним дело не кончится. Я знаю это. Перестрелять всю компанию одного за другим. Вот что нужно злоумышленнику. Вы не должны этого допустить. Ни в коем случае. Желаю удачи, сержант. Спасибо. Всего хорошего. Этот тип меня скоро сведет в могилу. Сержант начитался литературы по криминалистике. Да. В этом твоем убийстве есть кое-какие странные обстоятельства. Какие? Я хотел бы знать, почему убийца не принял то его предложение выдать это за самоубийство? Не знаю. Значит, у него есть еще более выгодный вариант. Но тогда странно. Почему он не сделал попытки бросить тень на кого-либо из вас? На что он рассчитывал? А ты ничего не заметил, когда закурил в темноте сигарету? А ты думаешь, я случайно закурил в эту минуту? Значит, ты видел, какое выражение лица было у Уильяма? Да, выражение лица его поразило меня. Никогда в жизни не видел, чтобы улыбка была способна так изменить лицо человека. Да. Он как будто даже злорадствовал. А ты знаешь, чье лицо я хотел увидеть в первую очередь? Ну? Лицо Эвис. Но она с такой печалью говорила о Ротшире. Ну и какое же лицо у нее было? Такое, как будто она раздавила гадину. Этого не может быть. Эвис прелестная девушка и к тому же неплохая актриса. Но сейчас ее гнедет постоянный и ненапускной страх. И я никак не могу понять, что ее страшит. Не хочешь ли ты сказать, что Эвис и Уильяму вместе совершили преступление? Этого я не говорил. Наверное, все спят. Запомни, Иен. Убийца на редкость умен. И способен на любой самый отчаянный шаг. Зайди в гостиную. Там, кажется, есть свеча. Кто здесь? Ян. Эвис. Добрый вечер. Хэлло. А меня мучила жажда, и я встала, чтобы напиться. Вот как. Я боюсь, у вас начинается простуда. Вечером вас било зно, а сейчас, среди ночи, мучает жажда. Смотрите, не расхворайтесь. Постараюсь. Вот и чудно. А теперь давайте сядем. Нельзя стоять босиком на полу. Итак, вы все-таки затопили камин? Да. Без дров и угля. Да. Не лучше ли нам пойти спать? Эвис очень утомлена. Эвис. Вы же знаете, что Йен вызвал меня из-за вас. Знаю. Так что же вы, детка, там сожгли в камине? Письма? Или дневник? Дневник. Я не хочу, чтобы полиция копалась в моих чувствах. Я так и думал. Значит, там что-то было о Роджере. Так что же было между вами и Роджером? Ну, Роджер ухаживал за мной. Возил меня в театр. Но лучше бы он этого не делал. Да, конечно, можно испортить себе всякое удовольствие, если пойти в театр с человеком, не способным ценить искусство. Удовольствие? Это была пытка. Очевидно, для меня любовь могла бы стать самым значительным событием в жизни. Вы имеете в виду Кристофера? Кристофер нравится мне. Он самый приятный из всех моих поклонников. Я молю Бога, чтобы со временем могла полюбить его по-настоящему. Значит, Кристофер вам дорог. Я благодарна Кристоферу за то, что именно он избавил меня от назойливых ухаживаний Роджера. Да, кстати, Роджер был состоятельней Кристофера, не так ли? Кристофер тоже будет богат, только более честным и трудным путем. Отец Кристофера был простым сельским учителем. Скажите, вы много видели людей, которые сделали такую карьеру без денег и связей? Вот поэтому я выбрала его. Ну, хватит. С меня довольна. Не желаете ли присесть, миссис Тавтс? Как вы смеете появляться на людях в таком непристойном виде? Ни одна порядочная женщина не дойдет до такого бесстыдства. Надо ложиться спать в таком одеянии. А вы вертитесь с голыми пятками перед этими индюками и рады. Ну, миссис Тавтс. Мне стыдно, мистер Финнбоу. Никак не ожидала этого от вас. Ну, позвольте, миссис Тавтс. А вы? Я знаю, что вы еще и не на такое способны. Да-да. С первого взгляда видно, что вы... Ну, миссис Тавтс. Джентльмены, только тогда джентльмены, когда они ведут себя по-джентльменски. Вот, что я вам скажу. Прошу спать. И каждый в своей комнате, разумеется. Ловите! Я так и не освоил этот нелепый пассианс. Что тебе дала беседа с Эвис? Прежде всего, я выяснил, что она обручилась с Кристофером, чтобы избавиться от домоганий Роджера. Я ведь вчера была слишком утомлена, чтобы лгать. Ты ей веришь? В общем, да. Но я много бы дал, чтобы прочесть этот сожженный дневник. Зачем? Я уверен, там было не только о Роджере, но и о Кристофере. Да, он умен, этот юноша. Я заметил, любит риск и при определенных обстоятельствах вполне мог убить человека. Но я не вижу причины. Может быть, сериальности? Зачем убивать отвергнутого соперника? Нет. Кристофер мог убрать с дороги Роджера, чтобы Эвис стала богатой наследницей, а после женитьбы деньги стали общими. Но сомневаюсь, чтобы человек, страстно влюбленный в женщину, пошел на убийство в целях наживы. А если учесть, что он сам скоро будет неплохо обеспечен... Нет. Кристофер не дурак. Если при жизни Роджера у него были шансы жениться на Эвисе, то с его смертью эти шансы становятся все сомнительнее, правда? Доброе утро, сэр. Привет, мистер Беррел. Я как раз хотел поговорить с вашим приятелем. Йен, вам интересуется наш ангел-хранитель. Мистер Кейпл, не будете ли вы так любезны сесть ко мне в служебный катер? Ну, иди. А я поговорю с Тони. Ладно. Наконец-то мне выпала свободная минутка предсказать Тони судьбу. А я ее без вас знаю. Давайте погадаем. Не пожалеете, уверяю вас. Идите сюда. Разложите на три кучки. Так. Когда вам не было еще двадцати, вы были влюблены в какого-то брюнета. Он был шатен, а не брюнет. Шатен? Да, да, да. Конечно. Эта карта, скорее всего, обозначает шатена. О, вам еще тут какие-то короли и выпали. Я не могу точно сказать, но их было больше двух. Хм. Вообще, вас окружают короли. Вот этот с краю должен быть Филипп. Но, оказывается, кроме Филиппа у вас еще кто-то был. Веселый, жизнерадостный король. Вот эта карта означает веселье. А это был Питер. Я с ним в Ницце познакомилась. И он влюбился в меня по уши. Но мне было не до него, я тогда музыкой увлекалась. Здесь вам выпал взаимный интерес. Вряд ли это Питер. Карты все врут. Нет, не говорите. Ведь они правильно предсказали, что вы пользуетесь успехом у Филиппа и этого шатена. Дурацкое гадание. Спасибо, Финнбоу, за удовольствие. Давайте займемся чем-нибудь другим. Но я еще не дошел до вашего будущего. Чему быть? Того не миновать. Значит, вы знали о намерении Роджера Милза жениться, да? Ходили разные слухи. Да. О его неудачной любви к мисс Эйвис Лоринг. Она отказалась выйти за него замуж. А что, она сама вам это рассказала? Да. Так почему же вы говорите, что это были слухи? Я предпочел бы вообще не говорить об этом. Верю. Верю, верю. Но я хочу узнать, кто вас пригласил участвовать в этой поездке? Роджер Миллс или мисс Эйвис? Оба. Оба. То есть, они все. А что у вас есть общего с этими молодыми людьми? Ведь вы же, простите, намного старше. Боже мой. Что вы от меня хотите? Правду. Почему вы согласились участвовать в этой поездке? Вот так. я хочу узнать, какого вы мнения о Роджере как о враче? Это уже не важно. Допустим. Ну, а в чем была суть вашей совместной работы? Об этом достаточно писалось в газетах. А к кому теперь перейдет практика Роджера? По-видимому, к вам. Черт. Вероятно? Ракет. Ну, а кто из вас самый ловкий и хитрый? Ваш приятель Финн Боу. Что не удар, то в ворота. Лучший чай в мире. А вы знаете, где я научился заваривать чай? В Гонконге. Да, там лучший чай в мире. Когда я сравниваю старый Гонконг и нынешний. А вы вообще знаете, что сейчас происходит на Дальнем Востоке? Что это вас очень волнует? Все, что может как-то повлиять на жизнь миллионов людей, волнует меня. А меня лично в данный момент тысячу раз больше волнует моя собственная судьба, нежели судьба всех азиатов вместе взятых. Когда вы и Уильям станете постарше, вы измените свое отношение. Вот увидите. Ваше поколение исчерпало все запасы социальной совести. Как вы, черт возьми, пеклись о будущем мира и во что вы его превратили? Возьмите, к примеру, меня и Уильяма. Военная истерия, мошенничество всех мастей. Вот первые впечатления детства. И теперь, когда мы более или менее встали на ноги, на нас обрушивается финансовый кризис, который перевернет вверх тормашками все, что мы успели сделать. Это наследие вашего поколения, Финн Боу, и вашей, с позволения сказать, социальной совести. А вы знаете, что я из-за своей бедности еще даже не научился делать долги? И если я стану богатым, то только потому, что я не желаю копаться в ваших мировых проблемах. Вот так-то, мистер Финн Боу. И все-таки это лучший в мире чай. Финн Боу, если вы еще раз повторите эти слова, я завою. Неужели вы не понимаете, что манерничание, особенно в самый неподходящий момент, не может не вызвать раздражение у тех, кто вынужден жить с вами под одной крышей? Неужели вы не понимаете этого? Или вы делаете это намеренно? Уильям, Финн Боу мой друг, и я не позволю. Да, да, я знаю, что он ваш друг. Но я хотел бы знать, в каком качестве он здесь присутствует? Да, в каком? Ведь и дураку понятно, что сейчас всякий новый человек лишний. Может быть, это профессиональный интерес? Дорогой Уильям, это у вас от чрезмерного увлечения детективными романами. Стоит вам увидеть человека с гурповатым лицом, и вам уже мерещится сыщик. В полицейском романе я бы фигурировал, как знаменитый детектив, или наоборот, как убийца. А что же вам здесь нужно? Я приехал сюда как друг Иена. А если мое присутствие здесь для кого-нибудь нежелательно, я могу без лишних разговоров покинуть этот дом. Не говорите чепухи, Финн Боу. от этой неизвестности Уильям просто просто потерял голову. Ни в коем случае не уезжайте, Финн Боу. Тебя от этого устраивает, безусловно. У таких, как она всегда найдутся защитники. мистеру Терренту. Только что принесли. Правление компании вызывает меня на окончательное собеседование. И что ждет вас на этом собеседовании? Ну, первым делом медицинской комиссии, потом еще кое-какие формальности связанные с поездкой. Что же мне им ответить? Кто знает, сколько этому Берилу вздумается нас продержать в этой дыре. Если вы хотите, я могу поговорить с ним. Это мне проще. Ну и как? Некоторые заметили, он со мной считается. Пожалуйста. Усатый молчит, как мышь, только поглядывает из-под лобья и книгу читает. Но я, слава богу, не настолько глупа, раз незаметно посмотрела еще раз. А он все на той же странице. Симулянт. А что старик? Как кот ходит кругами вокруг блондинки. И так улыбнется. И этак. А по вечерам запирается в комнате со своим приятелем. О чем они говорят? Не слышно. Шепчутся, наверное. Вот как это делается. И мы там в Скотланд-Ярде хорошо. У каждого мелкососа свои микрофоны, свои стереотрубы и еще черт знает что. Чтоб подумать о своих сельских коллегах. вам налейте еще супу. О, благодарю. А! Мистер Берроу, мы бы хотели поговорить с вами. Я слушаю вас. Мистера Кристофера Терренто вызывают на собеседование в правление фирмы, где он намерен работать. Не будете ли вы возражать, если он съездит в Лондон ненадолго? А вы можете мне показать письменное предписание фирмы? Да, пожалуйста. Ну что ж, все в порядке. Можете ехать в Лондон. Только вам придется там отметиться в ближайшем полицейском участке и вернуться не позднее завтрашнего вечера. Благодарю. Скоро я вообще всех отпущу, кроме, конечно, одного. Прекрасно. Именно это мы и хотели услышать. Благодарим вас. Спасибо, пожалуйста. Спасибо вам. Ничего не могу поделать. Когда я вижу Беррела, так и подмывает ткнуть его в живот и сказать «Ух!» Давно вы в последний раз были у врача? Я в жизни не бывал у врачей. Неужели? Редкий случай. Знаете ли, на такой комиссии могут быть всяческие неожиданности. Меня сейчас волнует только одно. Лишь бы эти старики исправления не уменьшили мне жалования. Никуда Кристофер не сбежит, честное слово. Мы же знакомы не первый день и все-таки друг друга подозреваем. Ну, позор! А человека убить это не позор. Нет, я скоро начну думать, что мы все сговорились убить Роджера. Если бы тот, кто это сделал, признался нам сейчас, то он снял бы со всех остальных тяжелый груз. Так дальше продолжаться не может. Скажи же хоть слово, Эвис, ради всего святого. Не сиди так, словно не желаешь не зайти до нас. Ты что, ты считаешь, что я? Послушай, ты грязная вымогательница. Друзья мои. Ты еще смеешь ее обвинять в чем-то. Ты! Да ты и Филиппа подцепила из-за его денег. Хватит! У тебя тоже губа не дура, миленький. Берешь жену с кругом капитальцем. А капиталист-то Роджера. И после этого у тебя поворачивается язык говорит, что я подцепила Филиппа. Конечно! Сразу видно, что у тебя богатый опыт по этой части. Что? Что ты, черт побери, хочешь этим сказать? Бледное дитя. Попался ты все-таки на удочку. Да я тебя убью! Прекратите немедленно! Не хватало нам еще одного убийства. Простите. Что ты наделал, черт возьми! Я не знал, куда деваться со стыда. Самый лучший в мире чай. А мне хотелось дать им выговориться. Ну и что? Ты услышал что-нибудь полезное для себя? Я впервые видел Уильяма в такой ярости. Да. Да-да. А у меня не идет из головы его улыбка в тот вечер. Знаешь, мне кажется, придется съездить в Лондон. Зачем? Прошу вас. Пожалуйста. Садитесь, Тоня. А я-то думал, что вы уже спите. В 10 часов я ложилась спать только в детстве. Конечно. после такого дня у всех бессонница. Хотите сфильтерской? Нет, не хочу. Я скажу всю правду. Только вы не играйте со мной, как кошка с мышью. Вы угадали. Роджера намного раньше. Я знала Роджера намного раньше. Я действительно с ним познакомилась в Ницце. При каких обстоятельствах? Это был веселый город. Много солнца, было тепла. И мне просто захотелось с кем-нибудь пофиртовать. А тут как раз Роджер подвернулся. У него было все. Обаяние, остроумие. И деньги. Да. Но это было не самое главное. Зачем вы согласились участвовать в этой поездке? Ну, если бы я знала, что эту поездку устраивает Роджер Миллс, Филипп назвал мне только имя. А у меня сотни знакомых Роджеров. Я знаю, что эта паршивая полицейская свора все разнюхает. И они будут считать меня убийцей. Но это неправда. Постойте. А почему вы это скрывали до сих пор? Не хотела, чтобы Филипп знал. Неужели непонятно? У меня сегодня такое чувство, как будто дело идет к развязке. Пожалуй. Нельзя ли потише? Потише. 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 Только людей убивают. Беззвучно. благородно. Аристократично. Что с вами? Вот ей попало высшее общество. Теперь эти аристократы все же свалят на меня, чтобы не запачкать своих беленьких перчаток. Что ты смотришь? что ты смотришь на меня такими глазами? Правду в первый раз услышала, что ли? Вы все, вы все с первой минуты возненавидели меня. Вы все, потому что я не вашего круга. тони и скрывала от Филиппа свой роман с Роджером. но Роджер в то время уже ухаживал за Эвис. Значит, он тоже предпочитал молчать. Нет, Йен, Тони и Роджер в этом молчании были союзниками. Мертвый Роджер для нее опаснее, чем живой. Тони не убийца. Послушай, а что если Филипп случайно узнал об этом и решил убрать Роджера, чтобы он не мог скомпрометировать его будущую жену? Ух, тогда ему пришлось бы убить с десяток таких соперников. Правда, мы еще не знаем, что он делал в то время, когда вышел из каюты, чтобы умыться. Да, времени было достаточно, чтобы убить человека. Да, да, но мало, мало, чтобы успеть отрегулировать румпель и тщательно причесать волосы. Ведь вы же все говорили, что прическа его была в идеальном порядке. Итак, Эвис и Кристофер мы проанализировали. Тони и Филип отпадают, значит, остается один Уильям? Уильям. У него трезвый аналитический ум ученого. Это как раз способствует тому, чтобы совершить убийство и потом уничтожить все следы. Да, поездка в Лондон просто необходима. все будет хорошо. Вы действительно так думаете, доктор Будби? Выбросьте эти дурные мысли из головы. До свидания. Благодарю вас. Ну, Финбоу, что с вами стряслось? Слава Богу, ничего. О, я знаю вас. Только попади вам лапы. Но выкладывайте, что вам от меня нужно? Я пришел по поводу убийства Роджера Милза. И вы тоже в этом деле замешаны? Да нет, что вы. Мой друг там был, когда это случилось. А чем я могу быть полезен? Я хочу знать ваше мнение о Роджере Милзе как о враче. Возможно, Роджер Милз был славный малый, но врач между нами никудышный. Только вы не вздумайте передать кому-нибудь мои слова, то меня ждут большие неприятности. Слишком много влиятельных людей были пациентами Милза. А как он добился такой популярности? Самореклама, напористость, а самое главное деньги, старина. Деньги. Кроме того, он опубликовал результаты весьма любопытных исследований в области онкологии, основываясь на выводах некого доктора Уильяма Гарнета. А, так значит, этот самый Уильям Гарнет работал на Милза. Работал? Это был грабеж среди бела дня. Уильям Гарнет это прирожденный ученый, но он не имел ни гроша за душой. Так Милз дал ему деньги? Нет, голубчик. Он взял Гарнета в свою клинику, а за это присвоил себе львиную долю его заслуг. Роджер сам был туп, но он знал, чего хотел. Он умел делать деньги. Весьма благодарен. Вы мне оказали большую услугу. Уильям Гарнета в КОНЕЦ КОНЕЦ Что с тобой? Как дела? Отлично! Все одобряют мою кандидатуру! Утвердили в должности, установили жалование, скоро я буду миллионером! Я поздравляю тебя! Поздравляю! Спасибо! Нет, нет, спасибо. Никаких вин. Я привез вам сюрприз. Прости. Приготовьте самые большие бокалы. Я рад за вас, Эвис. Сегодня только шампанское. Я привез вам прекрасное шампанское. О чем тебя спрашивают? Да так, всякие глупости. Как я, например, отношусь к расовой проблеме, как я предполагаю реорганизовать работу на месте и прочее. Когда тебе будут делать прививки? На следующей неделе. Славный парень, доктор, он нашел, что у меня отличное здоровье. Очень приятно это слышать. В наше время немногие могут похвастаться здоровьем. Итак, за Кристофера. За Кристофера. И за Малайю. Спасибо вам, друзья. Спасибо за Кристофера. Да. Кристофер, пойдем. Кристофер, пойдем. Кристофер, пойдем. Кристофер, пойдем. Кристофер, пойдем. когда новоприставленный ещё не покрыт землёй. Миссис Тартс, если вы сию минуту не замолчите, я буду вынужден на вас жаловаться вашему хозяину, мистеру Уильямсону. А я ему отвечу, что выполняла свой долг. И пусть скажет спасибо, что я согласилась жить в одном доме с убийцей. Не забывайтесь, миссис Тартс. Что? А вы? Малакосос! А я говорю, не забывайтесь, миссис Тартс. Иначе мистеру Уильямсону станет известно, что вас видели вдвоём с сержантом Беррелом. Что? При компрометирующих обстоятельствах. Боже мой, что он такое говорит? При компрометирующих обстоятельствах. Боже мой, как вы смеете? Я порядочная женщина. Как вы смеете? Позор! Позор! Браво, браво! Когда я умру, надеюсь, вы помянете меня добрым словом за этот единственный в моей жизни благочестивый поступок. Браво! Мисс Эвис! Мистер Финдмоу, всё в порядке. Я иду на дно. В каком смысле? В самом прямом. Получено всё снаряжение для подводных работ. Мы должны обследовать дно. Вы хотите присутствовать? С удовольствием. Тогда я заеду за вами. А вы разрешите и мистеру Кейплу присутствовать при операции? Мистеру Кейплу? Угу. Нет. Нет, не могу. Понимаю. Но если ваши подозрения обоснованы, то может создаться эффектная ситуация. Какая? Представьте себе, вы поднимаете со дна оружие убийцы, это происходит у него на глазах. Мистер Финдмоу, если б вы ещё два месяца поработали со мной, из вас получился бы неплохой сыщик. Благодарю вас. Не за что. Ну, удачи, сержант. Но здесь твёрдое. Повезло. В других местах сплошной ил. Угу. Уильям! 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 Что мы скажем Беррелу? Ничего. Если Уильям счёл нужным исчезнуть, значит, у него на то были веские причины. Вот пусть Беррел этим и занимается. Ты думаешь, он сбежал? А ты думаешь, иначе? Рано ещё делать выводы. Рано? Ты хочешь, чтобы этот кошмар длился вечно? Честно говоря, я тоже не верю, что Уильям вернётся. Слишком долго он отсутствует. Интересно, что же они с Роджером не поделили, славу или деньги? Эх, Уильям, Уильям. Ты знаешь, мне его очень жаль. Такой способный парень и всегда был таким честным до щепетильности. Порядочной свиньёй был ваш Роджер. Да, но, к сожалению, его портрет нам теперь уже не к чему. Ошибаешься, Йен. Имея точное представление о жертве, легче найти убийцу. Я убеждён, что этот человек был доведён до отчаяния. Послушай, а что, если Роджер первым начал, а Уильям убил его, просто защищаясь? Сейчас ты ближе к истине. Но это не Уильям. И знаешь почему? Роджер без Уильяма был ничто. Он использовал его, но никогда не доводил до отчаяния. Ну, знаешь. Ты своим методом исключил всех. Может, всё-таки я убийца? Карусель какая-то получается. О! Браво, старина! Судовой журнал и пистолет? Так. Пистолет калибра 755. Пуля, извлечённая из сердца доктора Роджера Милза, соответствует его калибру. Журнал сильно пострадал от воды. Записи очень трудно будет разобрать. Самоубийство. Без сомнения самоубийство. А вам не кажется, сержант Берлсу не мешало бы нам объяснить, что это всё значит? Мы не успеваем следить за вашей мыслью. Вы ведь знаете, что для вас яснее ясного, для нас загадка. Хорошо. Я могу вам удерить несколько минут. Существует только одно объяснение, почему к пистолету понадобилось привязать грузило. Если бы убийце понадобилось избавиться от пистолета, он мог бы его выбросить сам. Совершенно верно, сержант. И ему не понадобилось бы грузило. А человек, стрелявший в себя, не может выбросить за борт пистолет. Вот почему понадобилось грузило. Но, сержант, если человек кончает счёты с жизнью, почему ему понадобилось это? Милс пережил душевную драму. Мною это установлено абсолютно точно. Убивая себя, он хотел ещё кому-то досадить. Поэтому здесь преследовалась цель создать иллюзию убийства. Вы меня понимаете? Простите, как вы до этого додумались? Ну, это очень старая штука. Описание её можно встретить у Гросса. Справочники по криминалистике. Это, да, второй тон, страница... Двести... Двести семьдесят вторая. Так, смотрите, как это делается. Ясно. Вы свободны. Ох, сержант Беррел. Никто во всей Англии не смог бы так быстро разобраться в существе этого дела. Надеюсь, я скоро буду иметь честь поздравить вас с повышением по службе. У них там в Скотланд-Ярде глаза вылезут на лоб. Уильям! Уильям, вы просто негодяй! Мы так волновались из-за вас. Жаль, что вы не слышали, как они волновались. Все в порядке, господа. Среди нас нет убийцы. Что вы говорите? Самоубийство. Хотя ваш Роджер сделал все, чтобы имитировать убийство. Неужели? Я ничего не понимаю. Все проверено, друзья, все проверено. Беррел оказался умнее, чем мы предполагали. Он уже пишет отчет в Скотланд-Ярде об этом совершенно необычном случае самоубийства. Черт, здорово же он нас надул. Мы, как дураки, перегрызлись между собой, а этот Скотт сам себя прикончил. Да, забавно. Ну, вы теперь убедились, что это не моя работа? Вы ведь меня подозревали? Признайтесь. И вы все. Господи, какое счастье вновь себя почувствовать вне подозрений. Ой, не дай Боже такое пережить. Сегодня же вечером последним поездом поесть в Лондон, да? Успеется. Мы должны здесь переночевать одну ночь. Хотя бы для того, чтобы убедиться, что мы еще друзья и сможем когда-нибудь в будущем собраться и весело провести время. Здорово. Как приятно снова почувствовать, что никому ничто не угрожает. Нет. И ты прав. Роджер действительно оказался самым неприятным человеком. Да. Но я сейчас думаю не о Роджере, а о том, кто его убил. Финбо. И если бы двадцать надежных свидетелей видели, как Роджер пустил себе пулю в сердце, тогда я поверил бы. Нет, Ян. Самоубийство явление далеко не редкое, но оно встречается отнюдь не в среде преуспевающих дельцов Лондона. Но все атрибуты самоубийства. Я даже уверен, что если бы не был найден этот пистолет, то в реку был бы брошен другой, точно такой же, чтобы его нашли. Не слишком ли это сложно? И потом, что это доказывает? Только одно, что убийца похитрее любого из нас. Финбоу. Скажите мне, сколько вам лет? Пятьдесят три. Всего-навсего. Тогда вы достаточно молоды, чтобы стать моим мужем. А мне кажется, я еще не созрел для этого. Вот, вот нахал. А я пришла пригласить вас на танго. Для вас это не слишком быстрый танец, правда? Ваши пятьдесят три года. Да-да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я предлагаю тост Долой убийцу Прошу, Иен Страшно вспомнить, чего мы только друг о друге не передумали за эти последние дни, правда? Я не хочу говорить, кого я лично подозревал, но, признаюсь, это было ужасно Итак, Долой убийцу! Долой! За нас! Пойдем сядем, Эвис А что вы такой грустный, Иен? Действительно, надоели все эти разговоры об убийстве А почему же не поговорить? Уильям, видите ли, убежден, что я подозревал его Но это не так Подозрительнее всех, по-моему, вела себя Эвис Да? И я тоже в первую очередь подозревала Эвис Но у нее не хватило бы духу Спасибо, Тони Благодарю за искренность, мистер Финнбоу Когда мне стал ясен психологический портрет Роджера У меня родилась мысль А что, если у убийцы есть тайна, и о ней знал Роджер? Вполне логично Роджер мог использовать бессовестно любую тайну Даже врачебную, если это ему было выгодно Вот поэтому я и задал себе такой вопрос Не касается ли эта тайна состояния здоровья убийцы? Ну, в уме вам не откажешь, мистер Финнбоу Но все мы здесь вполне здоровы Я уже завтра получу заключение медицинской комиссии о себе Не торопитесь, Кристофер Не торопитесь Именно ваше поведение накануне медицинской комиссии Показалось мне весьма подозрительным О, боже Мистер Финнбоу стало просто скучно жить без убийцы Я предвидел, что вы это скажете, Эвис Ну-ну, прекратите Финнбоу Молите Бога, чтобы вам никогда не пришлось оказаться в таком положении Ну и при чем тут Эвис, когда речь шла о моем здоровье? Вот именно Я внимательно наблюдал за вами накануне медицинской комиссии Вы были спокойны и уверены Хотя говорили, что прежде никогда не обследовались Говорю Может ли здравомыслящий человек чувствовать себя спокойно Перед первым в своей жизни обследованием? А правда ли, что вы никогда не обращались к врачам? Это что? Допрос? Ну, когда все позади, то можно позволить себе несколько упражнений для мозговых извилин Конечно Ну и так, если вы бывали у врача и убедились, что со здоровьем все благополучно Тогда понятно ваше спокойствие перед осмотром, от которого зависит ваше будущее Ну, скажем, вы правы А дальше? В таком случае Зачем же из этого делать тайну? Я все-таки успел позвонить в Скотланд-Ярд И попросил проверить список пациентов Роджера Тони Позвольте вас пригласить Да, вы отличный партнер С вами танцевать намного приятнее, чем вести эти скучные разговоры Чтобы раз и навсегда покончить с этим вопросом Я хочу вам заявить, что я действительно лечился у Роджера Да Это была серьезная болезнь, и он считал ее смертельной Но это оказалось не так У других врачей я получил лекарства И формула крови стала нормальной Едва окрепнув, вы были готовы поехать в Малайю Да, это была единственная возможность выбиться в люди А Роджер грозился раскрыть эту тайну Если вы женитесь на Эвис Какое это теперь имеет значение? Во всяком случае, не моя вина, что он покончил с собой Кристофер, есть человек, который знает Что именно вы убили Роджера Кто он? Никто из вашей компании Не признался в том, что он слышал выстрел В каюте, где гремит музыка, конечно, трудно что-либо услышать Но Эвис в своей каюте Не могла не услышать выстрела Она догадывалась, кто убийца Но молчала Или вы сами стреляли, Эвис? Нет! А знаете, почему вы сожгли свой дневник? Там было написано о болезни Кристофера Оставьте ее в покое Нет! Кристофер! Не плачьте, Эвис Все самое страшное для него Уже позади Кристофер! 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 Субтитры создавал DimaTorzok